Hi, Stormy! Hi, Stormy! Просто почувствуйте наш файл. Я закупилась просто невероятной красотой. Это Шарлотта Тилбери. Мы болтали с подружкой. Я ей сказала, что вот, если бы я там поехала в Дубай или во Францию, или в Америку, я бы купила Шарлотту Тилбери. А потом я подумала, что мешает мне найти Байера. Короче, Байера я нашла на Авито. Там много всяких классных разных вариантов. Я просто нашла человека, который продает Шарлоту рядом с моим домом. Что я взяла? Во-первых, пудру. Я хотела, чтобы она у меня была про запас. Это самая лучшая в мире пудра. Я очень давно ее хотела. У меня есть пилоток, их сравнивают. Я не хотела брать, потому что думала, вдруг я не буду ей пользоваться. Потому что не была уверена в том, что она мне нужна. Но там такие оттенки. Это, знаете, идеально для меня. И на каждый день, и куда-то на вечер. Поэтому взяла. У нее это все было в наличии. Я люблю Байеров брать именно из свободного наличия. Меня немного напрягает ждать 3-4 недели. Иногда даже больше. Я вот, знаете, хочу прийти как в магазин и просто выбрать. Взяла еще румяна. У меня есть в цвете пилоток. Эти в оттеночке экстази. Они очень классные, персиковые. Короче, я в восторге. И совершенно неожиданно для себя решила взять помаду в оттеночке Walk of No Shame. Я давно смотрела на этот оттенок. Я тут, кстати, разобралась. В косметике обязательно будет ролик. И вот все мои самые любимые продукты для губ. Как вы видите, я оставила, правда, самые-самые любимые. И у меня вот не было чего-то такого на вечер классного. Так что я еще взяла помаду. Обязательно все протестирую. Неожиданно я решила начать снимать влог. А я пришла отправить в Бокспорин. Это новое место. Я пришла в подружку и подумала, почему бы и нет. Посмотрите, как здесь красиво. Вот так вот это все выглядит. То, я хочу сказать, столько белых одинаковых дверей я в жизни не видела. Ни в клиниках, ни в больницах, нигде. Я еле нашла в Бокспоре. У меня плюс еще топографический кретинизм на 100%. Я уже думала, знаете, звонить. Короче, что я делала? Я отправила палетки. У меня купили все. И я это отправила. Вот так вот. Все двери одинаковые. Я впервые шла по табличкам «Выход». Потому что только они выделялись. Благо я запомнила, как отсюда выходить. Потому что тоже все подъезды похожи. Куда теперь? Теперь я хочу зайти в подружку. В подружке, наверное, ее снимать не буду. Просто мне захотелось записать кусочек этого вечернего променада и вставить его в какой-нибудь видос. Итак, первый аромат это у нас 1969. Очень популярный аромат. Очень редкий. Его сейчас сложно взять. Я купила сразу 100 мл. И вот он у меня стоит. Флакон, может быть, без пары пшиков. Не знаю, я им не пользуюсь. Он очень какой-то... Уж насколько я люблю сложный аромат, но он для меня какой-то непонятный. У меня не бывает настроения вот такого, как этот парфюм. Потому что все-таки все мои парфюмы, они под определенное настроение. У меня плюс-минус всегда одно настроение. Или, мне кажется, все-таки я скорпион. Но вот такого настроения у меня не бывает. Потому что он какой-то то ли очень меланхоличный, то ли наоборот... В общем, я не понимаю. Я даже не могу его описать. Он очень специфичный. У меня это 100 или даже 120 мл. Роскошный флакон, роскошный аромат. Но я правда не понимаю, куда его носить. У меня просто некуда его, собственно, надевать. И вот так вот он у меня стоит с осени. Я поняла, что нет, надо что-то менять. Поэтому первый лот это аромат 1969. Возможно, я когда-нибудь возьму себе в коллекцию такой маленький, но большой объем, как-то вот, знаете, не подружились. Лот номер два. Это лимитированный флакон Jo Malone English Pee & Frazee. Один из моих самых любимых ароматов. Вы знаете, для меня все-таки это аромат из прошлого. Вот я его купила. Jo Malone вроде бы уходит и будет сложно найти ароматы. У меня есть соль Jo Malone, да, известный аромат. У меня есть мой любимый черный. У меня есть лимитированный красный Scarlet Poppy. Вот этот, честно, просто стоит. И плюс для меня это пахнет, знаете, вот университетом. У меня был флакончик 30 мл, я его на себя полностью вылила. И аромат все-таки возвращает меня в прошлое. Я такие ароматы не люблю. Вот, он тоже новый. Это лимитированный флакон. Это 50 мл, вот номер два. Третий лот я недавно вернула из парфюмерной ссылки. И вот он теперь участвует в моей гаражной распродаже. Аромат Mon Paris. Это и в Saint Laurent. Но здесь сколько? Половинка? Треть? Ну, наверное, половина. Это флакончик 50 мл. Роскошный и люксовый аромат. Тоже, знаете, вот возвращает меня в прошлое. Все. И столько с ним как-то, столько ароматов он мне напоминает. Я знаю, что некоторым из вас он очень нравится. Я знаю, что он обязательно понравится и найдет отклик в чем-то другом парфюмерном сердце. Ну, вот у меня он просто стоит. Ну, какой смысл? Вот, ну, зачем? Лучше я его продам, пристрою и, знаете, подарю флакону новую жизнь. Потому что у меня он просто стоит, и я себя знаю, я им пользоваться не буду. Здесь у меня 50 мл Рестрайта Интенс Кафе в Телеграме. Мне кажется, я уже всех замучила, потому что я то говорила, что я его продам, а то нет, я оставлю. Я очень люблю бренд Монталь. И вот я купила себе большой Рейбен Стонга. Я очень люблю Роузу с маской и некоторые другие ароматы. С этим, честно, не подружилась. Он какой-то очень кофейный. Он какой-то очень, да, кофейный. Это пахнет, как капучино с карамелью. Ну, вот эта кофейная нота, честно, мне не подошла. Флакон 50 мл, но тоже без пары пшиков. Вот, так что это четвертый лот. Монталь Рестрайта Интенс Кафе. Реплика Бичвок. Наиудобнейший тревел-флакон. Немой аромат. Тут слишком агрессивная тубероза. И в целом, вы знаете, я такие ароматы не люблю. Вы спросите, зачем взяла. Ну, вот так. Потестировала в магазине, показала, что супер. Нет, 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 еще раз нет. Тоже я больше чем уверена, что кому-нибудь из вас он понравится. И заключительный лот. Это набор от Вилли Гельм Парфюмерии. Что я хочу сказать. Бренд абсолютно не мой. Такая вот здесь роскошная коробка. В целом, бренд очень классный. Ну, вот как-то я не подружилась с этими ароматами. Я брала на пробу протестировать. Такой вот очень классный тревел-набор. Больше всего я тестировала аромат Морлинг Чес. Вернее, даже не я. Он очень красиво звучит на мужчине. Но вот все равно это не аналог Крит Авинтус. Вот, сейчас я вам покажу состояние. В целом, бодипейнт вообще новый. Диаполи, ну, вы видите, Морлинг Чес, наверное, с парой миллилитров. Диаполи фактически новый. Самый полный бодипейнт. Обратите внимание, что идет всего одна крышка. Это очень удобные объемы. Это безумно классно, если вам нравится бренд, если он вам подходит, если вам нравятся эти ароматы. Ну, и плюс я буду продавать по очень приятной цене. Поэтому обратите внимание, в качестве подарка, в целом, самой себе, почему бы нет, если, повторюсь, вам нравятся ароматы Вильгельм Парфюмерии. Я поняла, что вот есть в этом бренде что-то, что мне не очень подходит. Бренд Байреда мне подходит. Я почему-то их сравниваю. Они оба бренда построены на ощущениях, на каких-то воспоминаниях. Совсем забыла. Есть еще Dolce & Gabbana Dolce. Флакончик 30 мл в состоянии на видео. Очень классный аромат, но свежий. Так что, если вы любите, это уже стало такой люксовый классик. И мне нравятся другие версии этого цветочка. Но знаю, что многие этот аромат любят. И тоже из личной коллекции, тоже из запасов. Живанши Плей. Не знаю, выпускают сейчас этот аромат или нет. Поэтому, если хотели, присмотритесь. Так что, три люксовых аромата. Джо Малончик от 19.69, набор Вильгельма, бичфок от реплики Maison Marchela. И, конечно, Рестретта Монталь Интенс Кафе, который очень нуждается в вашей любви. Потому что аромат суперклассный. Я его покупала в золотом яблоке, не по скидке. Тысячи за 10, что ли. Ну, продавать, естественно, будут дешевле. Но факт остается фактом. Он очень ждет кого-то из вас. Как-то так. Убрала уже петличку, но решила подснять. Продам еще лиру. Потому что вообще не пользуюсь этим ароматом. И даже если я им пользуюсь, я всегда добавляю что-то еще. Мне не хватает характера. Для меня это слишком сладко, слишком как-то плоско. Но я знаю, что у аромата есть много фанатов. Ну что, вот он, мой гигантский пакет. Давайте посмотрим, что же я взяла. Во-первых, вот этот шикарный фугус от Manly Pro. Я его потом раскрою, покажу. И дальше куча всяких штучек. Во-первых, крем от Avene. Мне он очень нравится. Он легкий, он не забивает поры. При этом он круто увлажняет. Беру второй раз. Два таких бальзамчика от Givenchy. Один мне, другой не мне. Мне 110-й цвет и не мне 102-й. В принципе, оба классные. Это, наверное, самые популярные, самые удачные оттенки. Дальше. Вот такая вот умывалка. Вообще линейка Effaclar. Она суперская. У La Roche-Posay не первый раз берем. Очень нравится. Там тоже тонер от La Roche-Posay Effaclar. Хороший, хороший. Затем масло, которое я так хотела и безумно рада, что поймала. Это у нас Clorans. Безумно я хотела это масло. Его нигде не было в наличии. Вот оно появилось в золотом яблоке. Оно с лавандой. Дальше. Очень крутая и самое главное бюджетная смывка. Смывки, мне кажется, должны быть недорогие. Потому что они быстро заканчиваются. Вот такая от Невея суперская. Все смывает. Впервые взяли вот это вот масло для снятия. Я, наверное, им пользоваться не буду. Потому что мне такие штуки забивают пор. Но, возможно, вам про него расскажу. Дальше. Это тоже не мне, но я посоветовала Кико Карандаш. Он лучший и не особо дорогой. Две туши. Еще там должна быть третья тушь. Одна из них мне. Вот этот бальзамчик. Он суперский, лучший. Он очень круто увлажняет губы. А у меня был такой большой. Решила взять именно версию для губ. Потому что удобнее пользоваться. Дальше. Все. Пакет пустой. Вот такой вот антисептик. Я вам про него писала. Он стоит 90 рублей. Но при этом хорошо работает. Любимейший карминг с ванилью. Он почему-то отовсюду пропал. Увидела, взяла. В соответствии с чем-то рублей. Но это мой самый любимый бальзам. Он просто, знаете, simply the best. Еще одна тушь. Третья. То есть всего их три. И такой вот карандаш. Это не мне. Но у меня что у ТКИКО. Что у ТКИКО. У ТКИКО в том же оттенке для глаз. Собственно, я его и посоветовала. И вот такой для бровей у меня в седьмом. У них вышел новый седьмой оттенок. Он хороший. Но не могу понять. Он вроде бы темненький. И не рыжий. Но при этом какой-то то ли очень серый. Короче, второй оттенок. Он, наверное, самый универсальный. И я могу пользоваться. И светлые девочки могут пользоваться. Суперские карандаши. При этом они бюджетные. Ну класс. А что у меня есть? Я нашла еще одного Байера. Недалеко от дома. Относительно. И поймала у нее, во-первых, хайлайтер, который я безумно хотела. Жидкий Шарлота Тилбери в цвете Спотлайт. А во-вторых, новую румяна в цвете Пилл Ток. Это вообще вроде бы лимитка. А не матовая. Должны быть прям суперкрутые. Все с вами потестим. Готовлюсь к видео все лицо Шарлота Тилбери. Новый, абсолютно новый хайлайтер. И вот такие румяна. Роскошнейшая. Роскошнейшая упаковка в цвет Пилл Ток. Тоже чистенький. Сейчас попробуем. Ну что, румяна полупрозрачный. Оттенок безумно красивый. И упаковка наироскошнейшая. Хайлайтер нанесла чуть-чуть над губой. Чуть-чуть на нос. Чуть-чуть вот сюда. Но света нет, поэтому толком не видно. Вот тут что важно помнить. Здесь механизм, который важно закрыть перед тем, как вы положили этот продукт в косметичку. И тогда у вас ничего не протечет. У меня такой скульптор. У меня такие шиммерные румяна. Поверьте мне. Все ок. Все работает. Короче, я в восторге. Я сначала думала взять два таких оттенка. Там еще есть прикольный светло-розовый, освежающий. Ну такой популярный. Но потом поняла, что нет. Я фанат пиопов, поэтому возьму только пиопов. Всем привет. Вывезла своих девочек на безудержный шоппинг. Этой красотке нужна куртка. А я хочу зайти в ревош. Кстати, не помню, показывала вам или нет. Купила себе такую сумочку. Она удобная. Она удобная, вместительная и большая. То есть у нее влезает и паспорт, и кошелек, и карт-клобер, и все, что нужно. Классно. На лице у меня, во-первых, новый хайлайт. Ролочерлок Тилбери. Помаду, что Тилбери Тилбери. Тилбери Биллок. Плав Репаблик. Кстати, мне этот магазин не очень нравится в плане качества. Но дизайн у них достаточно симпатичный. Там у нас золотой яблоко, голд, эпл, эпл, голд. Даже не знаю, пойдем ли мы туда сегодня или нет. Что я хочу сказать. Очень много людей в Love Republic. Повторюсь, я не особо люблю магазинки. Мне там редко что-то нравится. Впрочем, чисто визуально мне там много вещей нравится, много качества. Пока насушка там смотрит. Может, если что-то приглянется, понравится. Что я могу вам рассказать. Я хочу, во-первых, пудру Givenchy. Она сейчас появится вот здесь. Я вроде бы посмотрела, она здесь есть. Барри Кош. А консилер я все-таки решила. У меня закончились все мои тарты шейфтейпы. Я все-таки решила взять от Nars. Nars ванила. Это лучше консилер. Я понял, что он уже очень много лет. Его можно заказать только в ритуале. Интересная история. Дело было в Праге. Мы зашли в какой-то магазин конфет. Сладкости, какие-то тоже на развес. В центре. Фу, это мостами. 200 евро, что ли. Потому что брали одно, другое, 48-ое. И то есть, весь полет мы желали этот мармелад. Итак, туалет. Лиме. Пандора, кстати. Невероятная красотка. В Пандору я уже очень давно не хожу. Даже не знаю, почему. Я все пытаюсь вам... Да, сейчас, секунду. Я все пытаюсь поймать. Это Шерлот и Тилбери. Новый хайлайтер. Ну, круто. Ну, круто. Ну, круто. Красотка. И мой. I like. Анастасия, сложно ли вам быть такой красивой? And the Victoria's Secret model. В итоге мы взяли тренч. Потрясающе. Я очень люблю себе тренч. И я чувствую, что, знаете, к тому времени, когда я найду подходящий, я уже буду зарабатывать достаточно, чтобы купить себе Бёрбари. Вот. Потому что я не могу найти никакой вот в таких магазинах, чтобы он не подходил, чтобы вот он как-то сидел красиво. Ну, короче. А что я хотела сказать? Мы попали просто в какой-то снисиат. Пока стояли на кассе, потому что две девочки не спеша, что-то там пробивали. Каждую секунду они ходили на склад, принесли вещи со склада, звонили на телефон. Я всё мог помнить. Нет. Но, блин. Короче, мы всё определили, насколько счастливы и самое главное. Я сошла с ума, и это манго. Тяжело ли тебе быть такой супермодел? Настя, уже. Kendall Jenner. Hi, Stormy. Hi, Stormy. Просто почувствуйте наш вайл. Что я хочу сказать. Я иногда устаю от совместного шопинга, и реально мне хочется там, например, просто с вами или даже как-то одной походить. Потому что просто невозможно. Я в Агико посвочила карандашики, и мы уже пришли в Рикошер. Я очень хочу этот консерв, но он мне соумный. Та-дам! Она здесь есть. Вот такую пудрочку я очень хочу, пока она в наличии. Это travel версия. Прям крутая. Кстати, достойный корректор от Givenchy. Цвет хороший. Это 12-й оттенок. Но я возьму, чуть не фокусируется. Короче, вот за эту пудру я пришла. Я её точно возьму. Я уже попробовала на руке. Она прикольная. Вот такой бальзамчик у меня уже есть. Вот такой тоже есть. Вообще, мне в последнее время очень нравится косметика из живой машины. И удобно то, что про Рикош вроде бы сейчас все забыли. И здесь реально в наличии есть штуки, которых нет в яблоке. И в яблочек. Кстати, зеркало. Привет, привет. Из интересного. Мне нет дали товар. И вот неслиска за наказу. В общем, я всё у косметики Диор. Я очень хочу, сейчас покажу, что. Очень хочу вот такой консилер, но цвет 0N, даже цвет 0N мне тёмный. Вот. Поэтому, наверное, я возьму на сно. Очень хочу себе такой консилер уже давно. Что я взяла в итоге? Во-первых, вот эту пудручку, за которой я и пришла. Очень она мне понравилась. Я её протестила. Очень удобный формат. Присмотритесь. Хочу носить её с собой. Фиксатор. Фиксатор я взяла. Последний. Кстати, я всё последнее забрала. Фиксатор от Clorance. Он классный. Я очень довольна фиксатором, который у меня сейчас, от NYX. Но мне кажется, он забивает в неё поры. Вот этот фиксатор, он очень хороший. Он по составу классный. Все косметики Clorance мне очень нравится. И взяла всё-таки. Хоть мне кажется, что он немножко темноват, но ничего. Очень мне давно хотела этот консилер. Взяла самый светлый цвет 0N. Будем пробовать. Посмотрим. Я надеюсь, он как-нибудь подстроится под цвет моей кожи. Я прям очень довольна. И какие-то мне дали ещё подарочки. Вот Dior и от Clorance. По ценам. Фиксатор обошёлся мне в 1950. Это хорошая цена для хорошего фиксатора. Пудра в 2992. Всё со скидкой по золотой карте. И консилер в 3450. Немножечко я расслабилась, потому что, честно говоря, я давно не была в косметических магазинах. Карандаш от Kika не буду брать. Вообще, бренд Kika мне не очень нравится. В том плане, что... Ну, как-то, не знаю, ни о чём. Мне очень нравится, что я взяла этот консилер. Да, буду немножко загорелой. И что? И кто мне запретит? На улице так темно. Ну вот. Сейчас пойду найду девчонок, потому что мы немножко разошлись. Вот. Что я хочу сказать? Я рада, что я забрала этот фиксат. Потому что сейчас Clorance тоже, почему-то, очень сложно достать. И всё-таки вот этот, повторюсь, фиксат от Mix. Я им довольна. Он хорошо держит косметику. И я заметила, знаете, забитые поры. И мне кажется, это он, потому что Charlotte Tilbury поры не сбивает. И в целом Nars тоже консилер поры не сбивает. Впрочем, я пользуюсь хорошей косметикой, которая не сбивает поры. И только вот этот фиксат от Mix. Он и недорогой. Вот он, мне кажется, может поддавать чуть-чуть. Ну что, ну всё. Сегодня без золотого яблока, зато с уловом из Регоша. Моя красавица. Ну, поели. Мы купили кучу классной одежды. Ну, как кучу. Мы купили классный тренч и очень крутые ботинки. Я могу показать вам. Девочки, давай, покажу. И тут, знаешь, такой смах, и как я, типа, переодеваюсь. Сегодня без золотого яблока. Почему? Потому что я всё нашла в Ревгоша. И всё купила в Ревгоша. В частности, я вам показала. Я взяла консилер Dior, взяла последний. Все забрала. Последний фиксатер. И пудрочку Givenchy. Фиксатер у меня такой уже был, вот, Clorans. Я его с удовольствием использовала. Он не сушил кожу. Он не забивал поры. При этом он круто держал макияж. Я в последнее время потела очень сильно на косметику Шарла Тилбери. Вот, там видно хайлайтер. Я очень довольна. Это первое, второе. Пудру я купила, чтобы носить её с собой. Потому что, мне кажется, это достаточно удобно. Там такой вот компактный вариант. И там и спонжик сразу. Для маленьких сумочек супер. Плюс я больше люблю рассыпчатые пудры, нежели чем прессованные. На самом деле, у меня прессованные от Шарлотты Тилбери. Я все другие хочу, либо в продать, либо подарить. Вот. А Шарлотта, она очень легко бьётся. Добрый вечер. Во-первых, если вам интересно, что это такое блестает, это моя невероятная сестра. И это хайлайтер Шарлоты Тилбери. Который я сегодня купила вам потрясающий. У меня будет обзор новинок косметики. Потому что я в полном восторге. Как и хотела. А я сегодня зашла в Ревгош. Хотела сказать, в Живанши. Накупила косметоса. Однозначно будет ролик с новинками косметики. Плюс я засняла вам небольшой влог. Я знаю, что вы любите ходить со мной по магазинам. Плюс сегодня день рождения у Серёжи Лазарева. Я люблю Серёжу Лазарева уже 20 лет. И честно говоря, я до сих пор надеюсь, что когда-нибудь я выйду за него замуж. Как вам такое? И ещё сегодня до 12 я выберу победителя. Обязательно мы устроим ещё конкурс. Но кто-то сегодня заберёт для Мезон де ля Ваниль. Ну посмотрите, как круто. При этом это, знаете, не дешёвые блёстки. Это не остаётся на пальце. То есть он застыл. При этом он ярко блестит. И при этом он не отпечатывается. Он не липкий. Он не противный. Я в восторге. Плюс ко всему в моём косметическом столе сейчас такая вот ситуация. Всё разбросано. Но это не просто так. Я устроила масштабную гаражную распродажу. Очень много я уже продала. У меня палеток вообще почти не осталось. Ну как, я оставила только вот самые-самые-самые любимые. Всю свою коллекцию косметики я покажу в отдельном видео. Но здесь, наверное, я вам покажу до. То есть такой бардак. В отдельном ролике будет косметическая уборка со всей моей коллекцией косметики. И, наверное, сегодня, а возможно и не сегодня, я вам покажу уже после. Шикарнейший дубус для кисточек от Manly Pro. Я им уже вовсю пользуюсь. И немного про любимые ароматы сейчас. Это 01 молекула с ирисом. Обожаю этот аромат. И все те, кого я люблю, тоже любят на мне этот аромат. Обожаю, знаете, когда нравится не только мне, но и близким. И Сантал 33, конечно же. Вот Сантал 33 и 01 молекула. Коллекцию, как вы видите, я тоже разобрала. Я думала и даже, честно говоря, сняла про это еще один ролик. Но у меня уже были такие ролики в блоге. Поэтому я просто вам покажу в этом видео, от каких ароматов я решила избавиться, что я решила продать. Вот. А все остальное осталось у меня. И, в принципе, я уже какое-то время не покупаю новые ароматы. Вот. Поэтому пользуюсь тем, что есть. Очень нравятся вот эти два. Кстати, не помню, рассказывала вам или нет, но я достала все ароматы из коробочек. Вот Angel Shea у меня стояла в коробке. Ароматы Туфорда тоже стояли в коробках. Убрала все коробки. Монтали тоже достала, потому что поняла, что не пользуюсь ароматами, когда они стоят в коробках. По-хорошему бы, конечно, сегодня все это дело красиво разложить. Дело в том, что я уже начала снимать данное видео про всю мою коллекцию косметики, но мне не понравился свет. И поэтому у меня теперь здесь такой бардак, потому что, да, я вот все тестовала, все палетки вам показывала. Еще из важных новостей. Закончился мой первый конкурс. Завтра у нас понедельник. И я пойду отправлять победителю Катю. Поздравляем тебя всем блогом. Пойду отправлять приз.